Голова 25. Письмо. 16 апреля, почти шесть месяцев после описанного мною дня, отец вошел к нам наверх во время классов и объявил, что нынче в ночь мы едем с ним в деревню. Что-то защемило у меня в сердце при этом известии, и мысль моя тотчас же обратилась к матушке. Причиной такого неожиданного отъезда было следующее письмо. Петровское, 12 апреля. Сейчас только десять часов вечера, получила я твое доброе письмо от 3 апреля, и по моей всегдашней привычке отвечают тотчас же. Федор привез его еще вчера из города, но так как было поздно, он подал его Мими нынче утром. Мими уже под предлогом, что я была нездорова и расстроена, не давала мне его уже целый день. У меня точно был маленький жар, и, признаться тебе по правде, вот уж четвертый день, что я не так-то здорова и не встаю с постели. Пожалуйста, не пугайся, милый друг. Я чувствую себя довольно хорошо, и, если Иван Васильевич позволит, завтра думаю встать. В пятницу на прошлой неделе я поехала с детьми кататься, но подле самого выезда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводил на меня ужас, лошади завязли в грязи. День был прекрасный, и мне вздумалось пройтись пешком до большой дороги, покуда вытаскивали коляску. Дойдя до часовни, я очень устала и села отдохнуть, а так как, покуда собирались люди, чтобы вытащить экипаж, прошло около получаса, мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах, и я их промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар, но по заведенному порядку продолжала ходить, а после чаю села играть с Любочкой в четыре руки. Ты не узнаешь ее, таки она сделала успехи. Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть так-то. Несколько раз я принимала считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала страшный шум в ушах. Я считала раз, два, три, потом вдруг восемь, пятнадцать, и, главное, видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. Вот тебе, мой друг, подробный отчет в том, как я за не могла и как сама в том виновата. На другой день у меня был жар, довольно сильный, и приехал наш добрый старый Иван Васильевич, который до сих пор живет у нас и обещается скоро выпустить меня на свет Божий. Чудесный старик этот Иван Васильевич. Когда у меня был жар и бред, он целую ночь, не смыкая глаз, просидел около моей постели. Теперь же, так как знает, что я пишу, сидит с девочками в диванной, и мне слышно из спальни, как он им рассказывает немецкие сказки, и как они, слушая его, помирают со смеху. Красавица-фламанка, как ты называл ее, гостит у меня уже вторую неделю, потому что мать и уехала куда-то в гости и своими попечениями доказывает самую искреннюю привязанность. Она поверяет мне все свои сердечные тайны. С ее прекрасным лицом, добрым сердцем и молодостью из нее могла бы выйти во всех отношениях прекрасная девушка, если бы она была в хороших руках. Но в том обществе, в котором она живет, судя по ее рассказам, она совершенно погибнет. Мне приходило в голову, что если бы у меня не было так много своих детей, я бы хорошее дело сделала, взяв ее. Любочка сама хотела писать тебе, но изорвала уже третий лист бумаги и говорит, я знаю, какой папа насмешник, если сделать хоть одну ошибочку, он всем покажет. Катенька все так же мила, Мими так же добра и скучна. Теперь поговорим о серьезном. Ты мне пишешь, что дела твои идут нехорошо эту зиму и что тебе необходимо будет взять хабаровские деньги. Мне даже странно, что ты спрашиваешь на это моего согласия. Разве то, что принадлежит мне, не принадлежит столько же и тебе? Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня скрываешь настоящее положение своих дел. Но я догадываюсь. Верно, ты проиграл очень много и нисколько, божусь тебе, не огорчаюсь этим. Поэтому, если только дело это можно поправить, пожалуйста, много не думай о нем и не мучь себя напрасно. Я привыкла не только не рассчитывать для детей на твой выигрыш, но извини меня даже и на все твое состояние. Меня так же мало радует твой выигрыш, как огорчает проигрыш. Меня огорчает только твоя несчастная страсть к игре, которая отнимает у меня часть твоей нежной привязанности и заставляет говорить тебе такие горькие истины, как теперь. А Богу известно, как мне это больно. Я не перестаю молить Его об одном, чтобы Он избавил нас не от бедности, что бедность, а от того ужасного положения, когда интересы детей, которые я должна буду защищать, придут в столкновении с нашими. До сих пор Господь исполнял мою молитву. Ты не переходил одной черты, после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которое принадлежит уже не нам, а нашим детям, или... И подумать страшно. А ужасное несчастье – это всегда угрожает нам. Да, это тяжелый крест, который послал нам обоим Господь. Ты пишешь мне еще о детях и возвращаешься к нашему давнишнему спору, просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебные заведения. Ты знаешь мое предубеждение против такого воспитания. Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мною, но во всяком случае умоляю тебя из любви ко мне дать мне обещание, что, покуда я жива и после моей смерти, если Богу угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет. Ты мне пишешь, что тебе необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам. Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно. Весна, чудо, как хороша. Балконную дверь уже выставили. Дорожка к оранжереи четыре дня тому назад была совершенно суха. Персики во всем цвету. Кое-где только остался снег. Ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорово, и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на апрельском солнышке. Прощай же, милый друг. Не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болезни, ни о своем проигрыше. Кончай скорее дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудные планы о том, как мы проведем его, и не достает только тебя, чтобы им осуществиться. Следующая часть письма была написана по-французски, связанным и неровным почерком на другом клочке бумаги. Я перевожу его слово в слово. Я напрасный удар наношу тебе, но все равно, рано или поздно, от меня или от других, ты получил бы его. Постараемся же с твердостью и надеждой на милосердие Божие перенести это несчастье. Покоримся волей его. Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредом больного воображения. Напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту, и я совершенно спокойна. Не утешай же себя напрасно надеждой, чтобы это были ложные, неясные предчувствия боязливой души. Нет, я чувствую, я знаю, и знаю, потому что Богу было угодно открыть мне это. Мне осталось жить очень недолго. Кончится ли вместе с жизнью моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существование, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к нам, а я знаю, что она будет существовать вечно, уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы не возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться. Меня не будет с вами, но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближения смерти. Я спокойно, и Богу известно, что всегда смотрела и смотрю на смерть, как на переход к жизни лучшей. Но отчего ж слезы давят меня? Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжелый и неожиданный удар? Зачем мне умирать, когда ваша любовь делала для меня жизнь беспредельно счастливую? Да будет его святая воля. Я не могу писать больше от слез. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесценный друг, за все счастье, которым ты окружил меня в этой жизни. Я там буду просить Бога, чтобы он наградил тебя. Прощай, милый друг. Помни, что меня не будет, но любовь моя никогда и нигде не оставит тебя. Прощай, Володя. Прощай, мой ангел. Прощай, Веньямин мой, Николенко. Неужели они когда-нибудь забудут меня? В этом письме была вложена французская записочка «Мими», следующего содержания. Печальные предчувствия, о которых она говорит вам, слишком подтвердились словами доктора. Вчера ночью она велела отправить это письмо тотчас на почту. Думая, что она сказала это в бреду, я ждала до сегодняшнего утра и решила его распечатать. Только что я распечатала, как Наталья Николаевна спросила меня, что я сделала с письмом, и приказала мне сжечь его, если оно не отправлено. Она все говорит о нем и уверяет, что оно должно убить вас. Не откладывайте вашей поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда еще он не оставил нас. Извините, это Маранья, я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю ее. Наталья Савишна, которая всю ночь 11 апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне, что, написав первую часть письма, маман положила его подле себя на столик и започевала. — Я сама, — говорила Наталья Савишна, — признаюсь, задремала на кресле, и чулок вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон, часу этак в первом, что она как будто разговаривает. Я открыла глаза, смотрю, она, моя голубушка, сидит на постели, сложила вот это к ручке, а слезы в три ручья так и текут. — Так все кончено! Только она и сказала, и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала спрашивать, что с вами? — Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела! Сколько я не спрашивала, больше она мне ничего не сказала. Только приказал подать столик, пописал еще что-то, при себе приказал запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж все пошло хуже, да хуже. Продолжение следует. Продолжение следует...